Партнер программы – компания «Экогейзер». Школа кино и телевидения «Кинолапризань» представляет. О, Вова, ты что опять здесь делаешь? Я изобретаю плащ-невидимку. Невидимку? Зачем он тебе? Чтобы на уроки ходить. Уроки? Какие ещё уроки? Ты ведь и так в школу ходишь. Так мне в одиннадцатый класс надо попасть. Они по физике опыты делают с электричеством. Знаю я про это электричество. От него потрясивает. Это как? Да у нас сосед в подъезде. В щиток залез, его там так тряхануло. Аж волосы на голове дыбом стали. И ещё полчаса подпрыгивал. Ребят, на прошлом уроке я просила вас подумать, какая личность, с которой вы столкнулись в течение учебного года, потрясла вас больше всего. Готовы к опросу? Тогда начнём. Катя. Пётр Первый. Он основал самый красивый город в России. Создал военный флот и прорубил окно в Европу. Молодец, садись. Вася. Я хочу стать военным. Прокладывание было подготовиться легко. Александр Македонский. Был самым выдающимся полководцем. Всего за три года своевал всю Среднюю Азию. Интересно. Удачи тебе в военной карьере. Ксюша. Ну всё про политику, да про политику. А я думаю о высоком. Казимир Малевич нарисовал просто квадрат. А им до сих пор люди восхищаются. Угу. Ну а Петя что нам расскажет? А меня мой отец так потряс, когда мой дневник с годовыми оценками увидел. Вот бы мне такой плащ. Зачем тебе? Я боюсь контрольной по физике. Хочу спрятаться. Так физика у нас будет только через два года. А я заранее боюсь. Эх вы, женщины, всегда чего-то боитесь. То мышей, то контрольной по физике. Здравствуйте, доктор. Присаживайся. Что у тебя случилось? У меня апатия к жизни. Мне ничего не хочется. Прям ничего-ничего. Ничего-ничего. А если я дам тебе шоколадку? Ты возьмёшь? Конечно, возьму. А вот ещё бутылочка газировки. Давайте, давайте, доктор. Ну вот видишь, ещё не так всё плохо. Да как вы не понимаете? Мне жить не хочется. Да почему не хочется-то? Как вспомнишь, что завтра контрольная по математике. Приглашаем всех резанцев принять участие в съёмках весёлых скетчей. Приколы от киношколы. Без кастинга и длительного обучения. Подробности и запись по телефону 99-38-62. Ангелин, а ты сама-то зачем сюда пришла? Мне здесь спрятаться нужно. От кого? От уборщик. Тёте Люси. Мне кажется, ей не очень понравилось то, что я в ведро с водой чернил налила. А чернила какого цвета были? Зелёные. Ага. Много их налила? Вот столько. Ага. А воды в ведре много было? Почти полная. Ага. Тёплая? Кто? Да никто. А что, вода тёплая была? Ну, вроде да. Перемешивала чернила? Да нет, просто вылила. Ага. Да, долго тебе здесь сидеть. Почему? Так тётя Люси не скоро домой пойдёт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. У тебя что-то болит? Да у меня вчера день рождения был. Поздравляю. Подарили что-нибудь? Да. Я теперь в армию не пойду. Из-за подарка? В какой-то степени да. А если конкретнее? Просыпаюсь. Родители на работе. Шлют СМС. Поздравляем. Подарок в шкафу на верхней полке в жёлтой коробке. Открываю шкаф. Смотрю на верхнюю полку. Коробок полно, а жёлтых нет. Не понимаю, при чём тут это и почему тебя в армию не возьмут? Оказывается, я дальтоник. Школа кино и телевидения Кинолаб продолжает набор по направлениям кино, телевидение, радио. В программе занятия по актёрскому мастерству, журналистике, операторскому и сценарному мастерству. Всё лето киноканикулы и съёмки в телепроектах. Если ты творческий, креативный, но ещё не с нами... Приходи и раскрой свои таланты. Ждём тебя по адресу улица Есенина, 1А. Телефон 99-38-62. Волк, а ты дашь мне плащ невидимый на пару дней, когда доделаешь? Зачём он тебе? Да мне для дома. Ну, в общем, надо. Дома-то от кого ты прятаться будешь? Да мне дедушке раскраску надо вернуть. Дедушке? Раскраску? Ну-ка, дай-ка посмотреть. На, держи. Только осторожней смотри. Какая же это раскраска? Это же кроссворды. Кроссворды? А я-то думаю, что это за странные картинки получаются, когда циферки в клеточках соединяешь. В общем, Ангелин, никакой плащ тебе не спасёт. Ну да. Слушай, а ты можешь машину времени изобрести? Блин, ты домашку сделал? Я в тетради был. Партнёр программы – компания «Экогейзер». Школа кино и телевидения «Кинолаб Рязань» представляет. О, Вова! Ты что опять здесь делаешь? Я изобретаю плащ-невидимку. Невидимку. Зачем он тебе? Чтобы на уроки ходить. Уроки? Какие ещё уроки? Ты ведь и так в школу ходишь. Так мне в одиннадцатый класс надо попасть. Они по физике опыты делают. С электричеством. Знаю я про это электричество. От него потрясивает. Это как? Да у нас сосед в подъезде. В щиток залез, его там так тряхануло. Аж волосы на голове дыбом стали. И ещё полчаса подпрыгивал. Ребят, на прошлом уроке я просила вас подумать, какая личность, с которой вы столкнулись в течение учебного года, потрясла вас больше всего. Готовы к опросу? Тогда начнём. Катя. Пётр Первый. Он основал самый красивый город в России. Создал военный флот и прорубил окно в Европу. Молодец, садись. Вася. Я хочу стать военным. Прокладывание было подготовиться легко. Александр Македонский. Был самым выдающимся полководцем. Всего за три года своевал всю Среднюю Азию. Интересно. Удачи тебе в военной карьере. Ксюша. Ну всё про политику, да про политику. А я думаю о высоком. Казимир Малевич нарисовал просто квадрат. А им до сих пор люди восхищаются. Угу. Ну а...